Вы смотрите программу «Сахалин сегодня» и мы продолжаем. Как защититься от внешних угроз в области информации? Эту тему в четверг обсуждали на конференции «Сахалин техсекьюрити». Она проходит уже в седьмой раз и собрала около 500 человек из 20 регионов России. Мероприятие продлится два дня. Подробнее расскажем далее. Основа безопасности, по мнению участников конференции, лежит вне зависимости. Поэтому сейчас в России идет упор на импортозамещение. Чтобы все сферы жизнедеятельности страны были оснащены своим отечественным оборудованием. Это касается и IT. В последнее время вектор атак больше нацелен на госорганы и на любой бизнес. Действительно количество атак возросло. Но в том же время у нас и растет, и развивается наша отечественная средств защиты информации. Конференция как раз большая площадка, чтобы поделиться своим опытом, презентовать новые продукты. Она собрала представителей 20 компаний, которые занимаются разработкой не только серверов защиты, но и IT-оборудования. Мы открыли в конце прошлого года новый завод. И на нашем новом заводе есть линии поверхностного монтажа материнских плат. Сейчас мы сами производим материнские платы. А также операционных систем и программного обеспечения. Среди них отечественный офисный продукт R7. На данный момент, если рассматривать функциональность его, он полностью замещает Microsoft. То есть все документы, которые есть и ранее уже используются в Microsoft, вы можете, соответственно, открыть его в нашем решении и использовать его для дальнейшей работы. Большое внимание на конференции уделили вопросам безопасности искусственного интеллекта. Сахалин – передовик по его применению в России. В регионе реализуют проект, согласно которому ИИ внедрили в сферу медицины, дорожного хозяйства и благоустройства. В планах за несколько лет использовать виртуального помощника в более 100 процессах. Другой вопрос – как применить искусственный интеллект в продуктах информационной безопасности. Мы хотим сейчас понять, какая есть передовая практика, сравнить это с тем, что происходит у нас, взять в себе наиболее сейчас продвинутые решения, ну и поделиться своим опытом, что у нас имеется. То есть с точки зрения искусственного интеллекта у нас опыта уже много. С точки зрения технологических решений по информационной безопасности, основанных на ИИ, мы пока в начале пути. Делиться опытом участники будут два дня. В пятницу им проведут воркшопы. Производители софта будут показывать мастер-классы по работе с оборудованием, а также пройдет киберполигон. Это учение, нацеленное на отработку навыков реагирования на информационные атаки.